Тем временем в Калининском районе прошли соревнования «Лучший лесной пожарный-2022». Состязания проходили в три этапа. Бег по пересеченной местности, силовые упражнения и ориентирование. За сноровкой огнеборцев наблюдала Наталья Чекет. В этом году в Тверской области потушили 12 лесных пожаров. Сейчас в регионе снят запрет на посещение лесов, но все равно в них запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также порубочных остатков. За обстановкой в регионе следят даже из космоса, со спутников. Однако главное – это все-таки люди. Лесной пожарный – это ответственная профессия. В лесу работать всегда тяжело, а тем более тушить лесные пожары. Соревнования проходили в восьмой раз. За звание сильнейших боролись 10 огнеборцев. Из Калининского, Осташковского, Максатихинского и Западнадвинского филиалов специализированного лесопожарного центра. Соревнования состоят из нескольких этапов. Самая зрелищная и сложная часть – преодоление участниками лесопожарной полосы. Конкурсанты бегут с ранцем, в котором 18 литров воды. Кроме умения работать с ранцевым огнетушителем, конкурсанты должны были распилить бревно на скорость. Последний этап полосы препятствий – работа с мотопомпой. Ее нужно перенести, собрать, залить воду, запустить и сбить мишени. Хорошо. Довольно весело. Довольно позитивно, я бы сказал. За правильностью выполнения каждого упражнения строго следят судьи. Нарушения правил техники безопасности и ошибки в выполнении заданий караются штрафным временем. Судьи обращают внимание. В первую очередь, это, конечно же, время прохождения этапа фиксируется. И плюс начисляются штрафные секунды, если что-то сделано неправильно. Самое главное – это соблюдение техники безопасности при работе с инструментами. За это самые большие штрафы. Юрий Акимов профессии с 2012 года. В конкурсе участвует уже в седьмой раз и не раз занимал призовые места. Отмечает, что главное в прохождении этапов – это аккуратность. Все сложное. Главное – пройти без ошибок все. Спокойно, не нарушая, чтобы не пораниться, не порезаться, на бревнах ноги не переломать. Пиление. Кто-то умеет, кто-то не умеет. Ну, в основном так. Ну, помпа там уже закачивать нормально получается. Преодоление полосы препятствий – это только половина дела. Впереди еще два этапа – бег по пересеченной местности и новинка с этого года – спортивное ориентирование. Победитель представит Тверскую область на федеральном этапе конкурса «Лучший лесной пожарный-2022», который пройдет в сентябре в Подмосковье.